Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 ноября, день Артемия. Артемий Антиохийский жил в 4 веке. Сначала он был военачальником и усердной службой заслужил должность на местика Египта. Но умершего императора Констанция сменил Юлиан отступник. Он начал сильное гонение на христиан. Артемий выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен. Святому Артемию молились об избавлении от случайной гибели. Считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников. Также к нему обращались за помощью пригрыжной болезни. Сегодня утром крестьяне отправлялись в церковь, чтобы поставить свечку святому Артемию и попросить у него исцеление от грыжи. Сегодня была обязательная починка заборов, расположенных вокруг двора. Оказывается, если в этот день построят крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, что через дыры в заборе счастье и богатство оскользает. К тому же хороший забор защита от волков, которые зимой подходили к жилью и пытались проникнуть для поживы. Это было очень опасным для домашних животных и людей. Кстати, в народе существовало поверье, что ребенка, который родился сегодня, защищает дух матери волчицы. Считалось, что такой человек будет близок к лесным зверям. Сегодня квасили капусту, любимую и полезную для здоровья закуску простых людей. Приметы. Если снег выпал на сухую землю, скоро становится теплая погода. Лиственница сбросила иглы сегодня. Это к снегу, который будет лежать до весны. На деревьях сегодня виден иней к неурожайному году. Хорошо. Но мне, знаете, что думается? Наверное, чуть поменьше можно было бы помидорки. Помидорки, да? Да. Хорошо. Потому что помидорка теперь забила всех. Теперь болгарский перец молчит, огурец молчит, а кислинка помидорная в конце идет и прям вот я-я-я-я-я-я. И поэтому я подумала, что может быть поменьше кислинки. И придает какой-то более приятный вкус, нежели те, которые раньше были. Хотя и они были по-своему хороши. Это настоящие духи. Настоящие летние духи, где смешано несколько вкусов. И, кстати, чуть-чуть даже как-то пахнет духами. Мне кажется, это от болгарского перца. Вот. Кстати, от болгарского перца. И теперь, я думаю, что сюда можно добавить и соли немножко. Или не надо? Вот я что-то с ламинариями не дружу. Хорошо. Я лучше без соли тогда. Хорошо. Сделать удивительный сок из капусты. Из капусты вообще, знаете, она обладает специфическим таким... Запахом. Запахом, да. Потому что в ней очень много серы. И, кстати, вот эта вот сера способствует тому, что она, знаете, есть лекарства, которые содержат серу. Которые против бактерий, там против грибков и так далее. Так вот, когда мы с вами сейчас сделаем капустный сок, мы явно услышим вот этот вот запах. Геннадий Петрович, но капустный сок это точно сок для выздоравливающих, да? То есть предыдущие соки, они и для профилактики, и для вкуса интересны. А капустный сок это же прямо лекарство конкретное, нет? Танюша, каждый сок это лекарство и пища. Просто некоторые, в связи с тем, что содержат различные вещества, они там более сильные, менее сильные. Но все они по-своему хороши. И важно знать, что сок огуречный, он хорошо промывает наши почки, да? Сок морковки, он питает, он стимулирует. Сок помидор защищает от онкологии. Болгарский, сок болгарского перца делает наши кости, сосуды, важно, сосуды эластичными. Кости, знаете, тоже крепкими. Ногти не ломкими. Голосы не секущими. А капуста? Вот, а капуста у нас будет отечать нас от разного рода бактерий, там, грибков. И также она обладает противоязвенным фактором, кстати, который можно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кочерыжки мы вообще-то не используем, а соки это то, что надо. Итак, мы с вами давим, приготовляем сок из капусты. И сначала попробуем его в чистом виде. Опа! Специфический запах уже чувствуешь, да? Пошел. Пошел. Хорошо. Просто мы попробуем. Просто чуть-чуть попробуем. Чуть-чуточку. А мне нравится даже запах. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамма-Юн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, Открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok